Здравствуйте! В эфире программа Тайной Разведки в студии Екатерина Шергова. Многие из вас, наверное, надеются на чудо, и что удивительно, спецслужбы тоже не исключение. Изучение оккультизма и магии, парапсихологии и телепатии, организации экспедиции на Тибет, эксперименты по клонированию. Всем этим занимались не только ученые, но и разведчики. О том, что может объединять эти два, казалось бы, совершенно несовместимых, на первый взгляд, понятия, как разведка и оккультизм, мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии историк, журналист, драматург Олег Шишкин. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Так где же, на ваш взгляд, та точка, в которой пересекаются интересы спецслужб и оккультистов? Ну, скажем так, тема делится сразу на две половины. И эти половины обе равнозначны и очень большие. Первое заключается в том, что, конечно, оккультисты и, скажем, представители различных тайных сообществ, это очень удобные организации с точки зрения проникновения в среду, скажем, той или иной иностранной элиты. Потому что, как правило, это люди, не работающие на заводах, скажем, или не те, кто сеет хлеб. Это те, кто стоят очень часто рядом с кормилом власти, те, кто интересуются подобными вопросами в силах, кстати, своего интеллекта, развития, а может быть, и в силу каких-то других тайных причин, о которых мы тоже поговорим. И вторая часть этого вопроса, которая действительно связана, опять же, и с секретными службами, реальными секретными службами и с оккультизмом, это, собственно, практика оккультизма, да, которая очень часто бывает практикой таинственными приемами воздействия на человека. Здесь тоже есть практический интерес, потому что, если можно человеком руководить, да, если можно, допустим, заставлять его делать то, чего он не хочет, допустим, или узнавать то, чего бы он не хотел сказать, это ведь гораздо выгоднее, да, запустим, чем, скажем, не узнать это. Тем более, если этот человек высокопоставленный. Тем более, если он собирается на какие-то, скажем, важные дипломатические или какие-то другие переговоры. Или, наоборот, необходимо узнать, где он находится в данный момент, а никаких данных об этом нет, да. Есть только какие-то личные вещи этого человека, по которым мы можем его, скажем, найти, живой он или мертвый. Давайте, Настя, действительно, по порядку. Начнем с тайных сообществ. Понятен интерес спецслужб к тайным сообществам, да, потому что, действительно, люди там влиятельные и так далее. А какой интерес у тайных сообществ, им в чем выгода сотрудничать со спецслужбами? Здесь ситуация такова, что очень часто представители тайных сообществ бывают внедрены, да, допустим, в систему секретных служб. Чем это объясняется? Тайные сообщества преследуют свои цели. Они хотят определенным образом влиять, скажем, на структуру государства, на принятие его решений. Потому что тайное сообщество предполагает наличие, ну, скажем, масонская ложа, да, или еще какая-то, предполагает наличие определенного круга и очень широкого круга людей, причастных к власти. Потому что, ну, грубо говоря, один я, допустим, если я захочу протолкнуть какое-то решение, моей силы будет маловато, да, а если вокруг меня будет круг людей из разных сфер жизни, да, но, тем не менее, причастных к власти или к каким-то очень важным корпорациям внутри государственной элиты, то тогда, вот, если у меня есть такие сообщники, мне это будет сделать гораздо проще, да, пропихнуть какой-то важный проект, скажем, парализовать какое-нибудь судебное решение. Или, ну, другие, это можно, так сказать, по процедуре обсуждать, что это может быть. А если у меня есть люди в спецслужбах, ну, как, грубо говоря, в МВД, допустим, среди начальствующего состава, или Федеральная служба безопасности, скажем так, да, то я уже обладаю возможностью получать какую-то информацию, которая мне недоступна. А если эти люди еще и снабжены определенными техническими средствами, да, или, скажем, могут задействовать даже свою агентуру, тогда уже мои шансы становятся очень... То есть, можно сказать, что тайным сообществом, членам тайных сообществ, интерес к спецслужбам объясняется, то, что для них это дополнительный рычаг политического и экономического влияния в стране, где они живут, или, там, скажем, в другой стране? Даже так. Вы можете быть частью сообщества, и ваша карьера может осуществляться под сенью сообщества, о чем другие могут и не знать, да, скажем, те, у которых нет такой поддержки. Вы можете очень быстро продвигаться по этой служебной лестнице, и, скажем, в некоторых странах Запада бывали скандалы на эту тему, потому что, в принципе, официальным лицам не разрешается быть членами, скажем, масонских лож или каких-то других организаций, что, впрочем, очень часто нарушается. А, скажем, во Франции, или в Германии, или, скажем, в Англии это бывает даже в общем местах. Ну, вот, говоря о масонских ложах, ну, неоднократно об этом писали. Я думаю, что, в принципе, каждый знает, что ЦРУ имеет теснейшую связь с масонской ложей. Ну, достаточно того, что классические примеры. Это Аллен Далес, основатель ЦРУ, который до конца, по-моему, своих дней оставался масоном. В принципе, я думаю, что очень много известных политических деятелей в Америке, которых, там, мы знаем, там, еще, условно говоря, из учебников истории, они все, так или иначе, имели отношение к масонской ложе. Ну, что далеко ходить? Да, перед нами пример декабристов. Эти люди были масонами, конечно. Эти тайные общества, так сказать, у нас почему-то просто называются тайными общества. Это были классические масонские общества. К масонам принадлежал и Александр Сергеевич Пушкин. И, кстати, в знаменитой строке «Самовластительный злодей тебя, твой род я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью я вижу». Ну, кстати, вот о довольности. Кажется, что это, в общем, даже привычные, ну, жестокие слова. Но, тем не менее, если внимательно поглядеть на эти слова, то мы увидим, что, в сущности, это поэтическое переложение клятвы итальянских карбонариев, членов Венты, которые клянутся во время, собственно, посвящения, что они будут до конца преследовать людей, сидящих на троне. И, скажем, где бы их не застала судьба, они попытаются нанести свой роковой удар, собственно, императорской системе. Вот на самом деле, вот если мы посмотрим все-таки на современную историю, то взаимодействие власти и тайных обществ – это все-таки такое некое соперничество. С одной стороны, есть интерес, что происходит внутри тайных обществ, а с другой стороны, доверия нет. Вот, условно говоря, если мы сейчас все равно попытаемся уйти из России и поговорить об Америке, вот в Соединенных Штатах, по вашему мнению, кто в ком заинтересован? ЦРУ в тайном обществе, в масонской ложе или масонская ложа в ЦРУ? Политическая система Соединенных Штатов была создана прежде всего из структуры масонской ложи, потому что Джордж Вашингтон и те люди, которые принимали участие в организации американского государства – это были люди, конечно, которые вышли из среды масонов. Америка бы никогда не освободилась от британского колониализма, если бы не эти организации. Поэтому я могу сказать так, что, конечно, в Америке масонские ложи – это ложи, в которых состоят люди из нобилитета. Это люди обычно с очень большим влиянием на политическую и экономическую жизнь страны. Поэтому для них, скорее, жизнь таких тайных сообществ, она, конечно, интересна, но она имеет второстепенное значение. Хотя мы знаем, что один из руководителей ЦРУ, то бишь Джордж Буш-младший, в общем, скорее всего, принадлежал к такому сообществу. Потому что практически все американские президенты так или иначе имеют отношение к масонским ложам или состоят в каких-то тайных организациях. Что касается вообще сотрудничества вот этих тайных организаций, то все это происходит давно. Есть известная история про президента Рузвельта, что у него была собственная разведслужба. И вот к ее созданию якобы приложила руку организация, которая вот называлась «Комната». Та организация была создана энтузиастами. Она выполняла, с одной стороны, роль тайного сообщества такого, да. А с другой стороны, ее задача была охранять интересы Соединенных Штатов в различных странах мира, в частности, вот в Азии. И вот братья Рузвельты, имеется в виду Теодор Рузвельт, кстати. Да, Теодор Рузвельт, да. Значит, вот это братья Рузвельт, это его сыновья, они отправились в Центральную Азию. И там, в Центральной Азии, скажем, на территориях, которые сегодня являются территориями Китайской Народной Республики, на территории Индии, тогда британской колонии, они выясняли возможности усиления этого американского интереса. Потому что, если мы вспомним 20-е годы, то, скажем так, США, несмотря на ее вмешательство в Первую мировую войну, остается страной провинциальной. Она далека, в общем, от европейского ритма жизни, от азиатского тоже. Это страна, которая живет, ну, максимум, кругом тех интересов, которые касаются сопредельных с ней стран. Ну, типа Кубы, Мексики, там, скажем, или Канада. Ее не интересуют вот такие вот большие пространства. А между тем положение меняется, да, скажем, стратегия американской политики считает, что она вот должна развиваться в таком направлении. И вот люди из общества Комната предполагали, что именно этот вектор и правильный, и что постепенно вот такая глобальная политика станет для их страны основополагающей. То есть они смотрели вперед. То есть, ну, на самом деле, называясь своими именами, они занимались разведывательной деятельностью, да? Это сбор информации, это и есть разведка. Да, да, да. Тем более, ну, правда, мы должны сказать, что это самодеятельная организация, да? С одной стороны, это вот чистое, чистое тайное общество, а с другой стороны, занимающиеся, скажем, сбором данных, сведений в интересах государства. И связанные непосредственно с высшей властью, конечно. Каким образом эта организация оказалась связана с английской разведкой СИС? Ну, дело в том, что эти интересы часто конфликтовали. Дело в том, что они оказались, скажем, там, в Синдзяне в тот период, когда, скорее всего, там должны были происходить какие-то неприятные события. Имеется в виду западная Китай, которая сейчас, кстати, неспокоен. Вот. А англичане были заинтересованы в том, что все-таки бы эта часть мира была более-менее спокойной, потому что рядом находилась их колониальная Индия, рядом находилась революционная Россия. И если бы начался такой большой пожар, о котором все время говорили большевики, то, конечно, многим бы, и особенно англичанам, это пришлось бы не по душе, потому что это расшатало бы империю, расшатало бы ее главную житницу, да, вот, британскую Индию. — Насколько правдива информация, что с комнатой был связан и Сомер Сэтмой, известный писатель? — Да, думаю, что был связан, потому что он был человеком, в общем, авантюристической натуры. Вот. Он, собственно, бывал и в России, он много где побывал. Но сама его, так сказать, сама его причастность к этой организации не столь уж сильно повлияла на его судьбу. Он все равно избрал себе писательскую карьеру, он проставился в большей степени как писатель, чем... — А чью-то судьбу изменила комната? — Ну, знаете, если мы сейчас будем говорить, эти люди малоизвестны в России, просто нет смысла... — То есть не настолько сильно изменила судьбу, чтобы мы с вами спустя 90 лет знали об этих людях? — Мы, скажем так, комната изменила политическую, внешнеполитическую судьбу Соединенных Штатов. Вот это будет правильнее, потому что было ясно, что это будет экспансионистский такой вот широкий вектор по всему миру, и прежде всего по Азии, на которой была нацелена комната. — Мы с вами уже говорили о существовании тайных обществ в России, скажем так, в дуаллиционный период, а что произошло с ними после революции? — Так как общества тайные, то в 20-е годы многие из них, в общем-то, существовали. И существовали в самых разных, скажем так, кругах элиты. Очень много было тайных обществ в среде театральной элиты. И, в частности, мы можем спокойно говорить о том, что и Михаил Чехов, и Бахтангов принадлежали к такого рода сообществу. — Но эти сообщества вряд ли могли оказать какое-то серьезное влияние на изменение общественно-политической обстановки в стране. Это были, скорее, тайные общества, это то, что мы называем интеллигенцией. — Ну да. — То есть у них был свой круг интересов, вряд ли они были, или нет, или я ошибаюсь. — Но с ними боролась ОГПУ, НКВ, до тем не менее. — Но они боролись с ними только потому, что они были условно тайным обществом, или действительно они видели какую-то угрозу? — Они видели угрозу, потому что, прежде всего, эти общества были вне политического давления государства, потому что они о чем-то должны были говорить. А почему они тайные? Возникал тогда вопрос. Почему это нельзя сделать? — А тайные, значит, вы что-то скрываете. — Да. Почему это нельзя сделать на страницах правды, вашу дискуссию вынести? Или почему нельзя в известиях на эту тему написать? О чем вы там, так сказать, шушукаетесь? Может быть, вы там обсуждаете, скажем, приход Николая Третьего, допустим, о чем, кстати, в тайных обществах России шел разговор. Потому что вот, значит, шли ведь предсказания, устраивались спиритические сеансы вот на таких, скажем, посиделках. И бывали даже оргии. В Ленинграде был большой процесс, в котором, в общем-то, были доказаны оргии, которые проходили, в общем, под эгидой вот такого тайного сообщества. Но, с другой стороны, действительно, часть большевистского нобилитета отдавала дань именно вот такому тайному знанию, да, скажем, и принадлежала к тайным сообществам. Из, как бы, таких очевидных вещей, это, конечно, нарком просвещения Луначарский, это Чичерин. Они каким сообществам принадлежали? Они были масонами. Они были классические масоны. Причем они этого никогда не забывали. И, скажем, часть сотрудников наркомата иностранных дел также принадлежала к сообществу масонов. Но, помимо этого, конечно, в среде советского общества и именно нобилитета развивались совершенно другие организации, да, которые могли бы называться с точки зрения масонов дикими ложами или даже, собственно, не ложами, а именно вот такими тайными обществами в чистом виде, да. И одним из таких обществ стало общество Единое Трудовое Братство, в числе членов которого были и руководящие сотрудники ОГПУ, и люди, принадлежавшие в том числе и к наркомату иностранных дел, и к другим организациям. Ну, мы начали с вами разговор о том, что уже говорили про... потому что пытались эти тайные общества и духов вызывать и так далее. Какой-то был вот к этой мистической стороне интерес у ОГПУ? В мире, а особенно вот в советском мире, в том, скажем, ну, внутри советском мире, было очень много проблем. И они очень часто были связаны с религиозными знаниями или, скажем, с религиозными представлениями людей, особенно, скажем, на Кавказе или еще в каких-то местах. И измерить эти народы было очень сложно даже после революции. Однако, среди них имели влияние очень часто люди, которые действительно могли бы называться мистиками и религиозными мистиками. Это, конечно, представители различных тарикатов, которые есть сейчас на Кавказе, и я думаю, что они будут и дальше. Это представители дервишеских братств различных, опять же. Эти дервишеские братства возникли еще до появления ислама. И, собственно, возникнув до появления ислама в Центральной Азии и в других местах, они стали очень популярны, скажем, у кавказских народов, у народов среднеазиатских республик. И надо сказать, что у представителей ислама, у самих были непростые отношения с представителями таких тарикатов. Однако, взаимоотношение советской власти с ними было очень принципиально важным. Нужно было найти форму какого-то змея. Вот такие формы искались. Предполагался даже определенный съезд оккультных и мистических организаций Востока в Москве. Он намечался на 1929 год. Что помешало? Трудно сказать, это загадка. Но, тем не менее, вот такой сбор предполагался. Может быть, чем черт не шутит, шел разговор о создании четвертого интернационала, но не политического, а мистического, скажем, оккультного. Но он бы не назывался мистическим и оккультным. Он бы назывался как бы, так скажем, религиозным каким-то еще. А как он мог называться религиозным, когда советская власть не признавала никакой религии? Она не признавала это в основном после 1929 года. Если вот мы посмотрим, там происходит определенный перелом. Дело в том, что многие религиозные праздники отмечались. Но дело даже не в этом. Для того, чтобы революция осуществлялась на большом пространстве Азии, нужна была определенная база. А ведь говорили о мировой революции, да? А во многих местах такой базы не было. Не было никаких вот передовых рабочих и вообще-то, так сказать, были только вот кочевники. Или еще какие-то люди, очень мало представлений, имевшие о цивилизации или еще о чем-то. Но тем не менее, если бы они были объединены вот в такие сообщества, если бы у них были вожди, которые бы повели их, скажем, против там британского владычества, то, возможно, произошла бы такая очень важная ситуация, связанная с тем, что Британская империя бы рухнула. Потому что основной враг это Британская империя у СССР была в то время. В СССР помнили, кстати, в частности в разведывательных сообществах, то бишь в ОГПУ и в других, помнили о том опте, который, например, был у англичан. Там же в 14-м, в 15-м году, когда Лоренц Аравийский под видом вот такого дервиша пробрался в кочевья арабов и устроил так называемое восстание в пустыне, которое подорвало владычество турок, вот, скажем, в Саудовской Аравии, ну, на той территории, которая сейчас называется Саудовской Аравии. И, в общем, в других местах, где проживали арабы. Это был очень важный стратегический ход. Вот найти подход к таким людям, к ним... Можно было найти вот через вот эти вот мистические какие-то... Да, через мистические сообщества. Ну, не только тарикаты, да, скажем, были ведь и немусульманские организации, и в частности там, скажем, в Индии, и, скажем, в Китае. Вот, и даже триады рассматривались как таковые. Вообще, кстати, должен сказать, что часть будущих руководителей советской разведки, да, которые начинали свою деятельность в Дальневосточной Республике, они рассматривали, например, деятельность китайских триад как прототип для, в общем, для создания вот таких разведывательных сетей. Так что вот интерес к подобным организациям, он, собственно, вполне, так сказать, был оправдан. Потому что у них был опыт, да, скажем, вот как триада организуется, вот как вот она расползается по, скажем, по Китаю, и как вот из этого создается определенная разведывательная сеть. Это ведь очень интересно, ведь это не надо брать, не надо выдумывать это, да, это можно взять вот прям вот и структурно все это перенести. А зачем АГПУ привлекало к работе профессора Александра Барченко, который был известен, что он мощный телепат и экстрасенс? Ну, скажем так, он все-таки был исследователем телепатии и экстрасенсорики. Сам он владел вот этими вот... Он владел, он владел определенной техникой, методикой владел, которую он разрабатывал. Они пытались найти определенные способы, скажем, передачи информации, вот скажем, такой телепатической информации. Скажем, делали групповые послания, то есть собирались группой, и когда кто-то там не знал, они вот его как бы вызывали. Вот такие эксперименты они проделывали еще в Ленинграде, до того момента, когда Александр Васильевич переехал уже в Москву и стал здесь работать сначала в глав науки, а потом в Чисоюзном институте экспериментальной медицины. Но я должен сказать следующее. Вот тут мы снова переходим к одной очень любопытной теме, связанной, собственно, с оккультизмом, скажем, с практикой вот таких вот паранормальных явлений, да, или, скажем, с попыткой передачи информации с помощью, скажем, телепатии, или еще с помощью каких-то недоказанных, как мы часто говорим, наукой явлений. Тем не менее, некоторое время назад я случайно узнал, ну, может быть, потому что, так сказать, были обстоятельства, что исследования вот такого рода, они велись, конечно, не только, скажем, Александром Васильевичем, и не только там в 20-е годы, они велись и в 60-е годы в Соединенных Штатах Америки. Там они велись частными организациями, но проводились на базе вполне официальных институтов. Ну, например, значит, университет в Неваде, или университет, где Тарт проводил исследования, или университет Маймонидов, так называемый, где Крипнер проводил исследование подобных вещей. Крипнер проводил исследование телепатии во время сна, возможности телепатии во время сна. Эти исследования длились 10 лет. Они все были успешные. Все. Буквально передавался образ картины передатчикам. Вот тому человеку, который спал. И этот человек рисовал или говорил, что было на этой картине. Совпадения были стопроцентны. Причем эти совпадения были практически у всех людей. Независимо от того, обладают они способностями или не обладают. И с точки зрения научной эти опыты были абсолютно безупречными. Опыты Крипнера и сегодня являются такими образцовыми. У них, тем не менее, не оказалось объяснения. А что это? А что это? Вот это есть. Вот это есть. Значит, возможность совпадения, которые недавно были специально вычислены. Вот какое может быть совпадение. Сам Крипнер думал, что там от 1 к 100. Он считал, что это очень велико. Вот так оказывается, что статистика 1, по-моему, Редин его зовут, из этого же университета Маймониды, он провел статистические данные. Статистические данные были абсолютные. Вот по этим данным у него была погрешность 1 к 75 миллионам. Вот в таких случаях. То есть это полная безупречность. И даже такие серьезные скептики, а скажем, в Соединенных Штатах есть серьезные скептики, связанные с вопросом изучения паранормальных явлений, в частности, общество Джона Рэнди, а также английский исследователь Вайсман, они говорят, что да, эти исследования были без... ну, не придерешься. Здесь нет никаких причин. Но финансирование было прекращено в 1972 году. Опыты, что называется, так и повесили в воздухе. Александр Васильевич, в отличие от них, утверждал, что ему все-таки удалось достичь определенных результатов, потому что он изготавливал телепатические шлемы. Сегодня, кстати, такие шлемы есть на вооружении армии Соединенных Штатов. Вот. Это практически недавняя разработка. Не сообщил, по-моему, год назад журнал «Тайм». В общем, я думаю, что в интернете найдете. Это небольшая сложность. Вот. Александр Васильевич занимался целым спектром таких проблем. Занимался ими в Красково, где у него была небольшая база. А потом, значит, собственно, под эгидой ОГПУ. У него была лаборатория внутри Энергетического института. Почему там? Да, скажем. Наверное, с точки зрения секретности. Может быть, да. Может быть. Чтоб никто не догадался. Может быть, оно и так. Значит, он финансирование получал. Он собрал два тома, значит, научных данных. Один том, собственно, практические, описание практических опытов. Другой том, это, собственно, теоретические его представления о том, что же он такое там, скажем, получил. Я эти научные материалы, я их не видел. Они, наверное, засекречены. Произошло следующее. Дело в том, что когда Александр Васильевич переводился, собственно, из Энергетического института, в Союзный институт экспериментальной медицины, что, кстати, зафиксировано, и он, в общем, несмотря на всю секретность в таком замечательном документе, как ведомости о выдаче зарплаты, зарплата, он все-таки присутствует. Имейте в виду, если вы кого-то захотите найти, самый простой способ. А вот посмотрите, а что он по зарплате получал? Есть ли он, так сказать, в зарплатной ведомости? Вот там обычно все люди под своими именами, и укрыться от бухгалтера просто невозможно, да и бессмысленно. Значит, эти два тома были оставлены в отделе оперативной техники ОГПУ, потом, собственно, НКВД и, в частности, его друга Бокия Глеба Ивановича. Значит, и потом они почему-то попали к Гопиусу, это человек, который углавлял длительное время лабораторию отдела оперативной техники ОГПУ НКВД, который тоже в 1937 году был расстрелян. Эти два тома были конфискованы и, собственно, как бы по легенде исчезли. Но, скорее всего, они находятся в архивах? Вот что я узнал. Дело в том, что у Александра Васильевича был сын, Светозар. Светозар, конечно, после того, как отец был схвачен, он тоже сам, в общем, попал в тюрьму. Ну, не в тюрьму, а, значит, в детский дом для людей, скажем, для родственников. Для детей врагов народа. Да, для родственников врагов народа. И, как я помню, это было на территории, которая потом оказалась оккупирована нацистами. По-моему, потом он совершил побег, беспризорничал и каким-то чудом нашел мать в Казахстане. Просто случайно на платформе встретились, с которой, кстати, тоже было репрессировано. Вот, значит, в 50-е годы, когда началась пора реабилитации, значит, Светозар решил все-таки попросить эти документы, потому что, ну, многие ученые создавали такие документы. Документы эти пропадали, пропадали научные какие-то труды, открытия, ну, скажем, там, Вавилов и его родственники. И вот, значит, он тоже решил обратиться в КГБ. Но там просто ответили молчанием. Потом он обратился через одного старого большевика. Петров его звали. Вот он к этому Петрову и обратился. Вот. И Петров, значит, через кого-то говорил с сотрудниками КГБ. Ему было передано, что время для рассекречивания этих материалов еще не настало. Вот. Вот. И лучше всего, если он вообще о них забудет. Вот так, собственно, закончилась эта попытка. Но, значит, Светозар не оставлял этих попыток, в конце концов, когда наступило время, значит, перестройки. И вслед за этим он все-таки проник с помощью писем, там еще, значит, каких-то архивы. И, собственно, увидел дела своего отца. Но. Но. Происходят чудеса. В человеческом смысле слова. Потому что, да, вот Александр Васильевич ведь обвинялся в том, в чем. Не в том, что он там опыты ставил какие-то. Ну, наверное, он и астроном-шпионом был. Да. Ну, в том, что, во-первых, он создал тайное общество. Единое трудовое братство. Оно фигурирует в деле. Ну, и, конечно, общество ведь существовало. И оно было не на бумаге. Потому что среди тех людей, которых... То есть НКВД уже, так сказать, репрессивная часть НКВД с приходом Ежова намечала захватить среди членов вот этого самого большого и громкого, как бы, дел единого трудового братства, был некто Шишелов. Его должны были в числе других тоже, так сказать, взять. Потому что, в общем, он был большим другом и соратником Александра Васильевича Барченко. Но, в отличие от других членов единого трудового братства, тайного общества Единого трудового братства, он не стал ждать, когда за ним придут сотрудники НКВД. Он взял и уехал из Москвы. Уехал в город Боровичи. И прожил там до середины 70-х годов. У него была большая семья. Он пережил там немецкую оккупацию. Один из его сыновей стал членом следственных группок для Анны Ивановых. Даже, так сказать, у него семья была большая. И вот в 60-е и 70-е годы он откровенно писал Святозару, что, собственно, происходило. И там есть и Глеб Иванович Бокий, и тайное общество Единое трудовое братство. И факт существования тайного общества Единое трудовое братство и связи с ним ОГП можно считать вполне, так сказать, официальным. И там же говорится о том, что готовилась экспедиция. Экспедиция в Центральную Азию, вот, кстати, к носителям тайного знания. Эта экспедиция должна была произойти в 1925-1926 году. И у нее были свои противники и свои, конечно, те, кто помогал. Какого рода тайные знания могли заинтересовать ОГПУ, чтобы они поддержали вот эту экспедицию? Ну, вот, надо сказать, что помимо тайных знаний там были совершенно практические цели. Конечно, нужно было поднимать Восток. Надо было разжигать пожар на Тибете, скажем, там или в Гималайи, подрывать владычество Британской империи и, собственно, забивать гвоздь в группу мирового капитализма, империализма и всего, чего душа пожелает. С другой стороны, знания, ну, как знания, связанные с телепатией, с возможностью читать человеческие мысли, с возможностью, скажем, какие может предоставить, скажем, практика определенная, скажем, там, психическая, медитативная еще какая-то. Существует ли она? Да, ну, наверное, существует. Как существует, например, система йогов, да, существуют различные люди, которых мы видим, да, которых мы, в общем, созерцаем, но ничего толкового сказать, которые выдают нам какую-то информацию. Эта информация настоящая, а откуда она взялась? А вот неизвестно. Да, ну, скажем, вот такие вполне, возможно, встречи и предполагались. С другой стороны, сложилось так, что экспедиция была парализована. В результате интриг, которые шли в ГПУ, да, значит, интриги-то были направлены, прежде всего, против Бокия, потому что он достаточно быстро рос. Он был одним из очень важных политических наследников Дзержинского и мог быть таковым, потому что у него была безупречная репутация, у него было математическое образование, он закончил, ну, не закончил, правда, но 4 или 3 курса проучился в Горном институте в Санкт-Петербурге. Вот. Он писал апрельские, он практически под диктовку Ленина писал вот эти самые апрельские тезисы, которые привели потом к революции. Вот. Ну и к тому же, кстати, Бокий был вообще-то по происхождению аристократом. Аристократом, правда, необычным. Он был, принадлежал к, род Бокий, это очень известный, один из аристократических родов Украины. Ну, боярских. Было 8 боярских родов. Вот, собственно, на Украине, да, где, собственно, как казалось бы, не было аристократии, а на самом деле была. И вот один из них был род Бокий. Вот, значит, Бокий, правда, в своих биографиях пишет, что он учительский сын. Это было очень модно в советское время. Ну, надо было как-то скрыть свое происхождение. Хотя его брат, родной брат Борис, писал, что он из штаб офицерских детей. Это все-таки две большие разницы, потому что отец шел на Кавказ, принимал часть в военных действиях, был в штабе, в действующей армии, когда вот в 1871-м русская армия начинала боевые действия против Турции. Вот, собственно, против Бокия был направлен, в общем-то, такой совместный удар, значит, разведки и контрразведки, которая парализовала возможность, собственно, развития вот такой вот экспедиции. Но это не значило, что экспедиция, собственно, не состоялась вообще. Экспедиция была организована. Ну, потом, правда, в Алтай, возможно, в Монголию. Ну, Алтай точно. И даже более того, она производила выемку предметов шаманского ритуала из местного музея горно-алтайского. Вот есть такие документы за 1929 год. И просто все, что я говорю, это не домыслы. Понятно, да. Это подтверждается архивными или, скажем там, музейными материалами. Это все можно, так сказать, подтвердить и проверить. Так же, как вот то, что Александр Васильевич Барченко работал в Институте экспериментальной медицины и занимался нейрофизиологией, занимал там, кстати, два места. Вот, собственно, это все реальные факты. Что касается, вот, вы начали говорить про экспедицию на Алтай. Это был интерес к шаманам. Почему был такой вообще активный к ним интерес? Потому что Барченко, в принципе, до этого ездил на север. Тоже, в том числе, интересовался шаманами. Существовал интерес вообще к прогностике, да. Скажем, вот вы, скажем, правитель государства. У вас есть различные виды прогностики. Вы можете прогнозировать события, скажем, на год, на два. Можете создавать математическую модель. Но дело в том, что лучше всего, если вы используете не один прогноз, а, скажем, десять. И лучше всего, если они все сойдутся, скажем. Все пасьянцы будут сходиться только в одной точке. Это очень удобно. С другой стороны, всегда есть некая погрешность, да, которая может быть. А с другой стороны, есть возможность избежать каких-то событий, которые могут быть там напророчены. Вот не делай этого, не делай того, не делай другого, не делай третьего. Можно заниматься и прогностикой, например, по лицу человека. Можно сказать, болен он чем-то или нет. Это вообще вполне реальные вещи. Можно создать специальные аппараты, которые заставят, электрический аппарат, которые заставят вас заснуть или испытать эрекцию, между прочим. Это с помощью обыкновенного излучения, ничего, так сказать, такого нет. Но вот эти эксперименты и эти действия, они все вот укладываются в рамки вот такого, скажем, там, вот таких действий, которые занимался Александр Васильевич. Они вполне, так сказать, находятся в рамках, скажем, действий, которые мы могли бы назвать, в том числе, скажем, и оккультными, или, по крайней мере, откуда они проистекают. Вот. Ну, грубо говоря, стоите вы на посту, я на вас направляю аппарат, вы засыпаете. Владимир, все. Я проникаю в тайное хранилище, да. Или наоборот, значит, вы о чем-то думаете, а я сканирую ваше сознание, я получаю в этот момент информацию против вашей воли насильно, да, так сказать, не вербуя вас и не заходя в сейф никуда, так сказать. Ну, какую-то такую информацию. То есть любые вот подобные знания, умения, вот если их так можно называть, они, безусловно, смежного назначения, то есть они могут быть использованы в военных целях. Можно ли этим объяснить такой большой интерес вот ко всякого рода, там, я не знаю, мистики, склонность к изучению разного рода тайн, которые, все это было очень сильно среди руководителей Третьего Рейха? Ну, то есть, получалось, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну, там несколько иначе, там, скажем так, там была биография Гитлера, которая в начальный свой период, в начальный период именно политической биографии, так или иначе с этим была связана. Потому что было общество Туле, было начало нацистской партии, которая имела отношение к этому обществу Туле, общество было, конечно, оккультное. Но потом, когда это развитие произошло, когда Гитлеру уже не нужны были все вот эти, так сказать, тайные организации, он стал развиваться уже без этого. Потому что он ощутил себя фигурой вполне сильной и способной без всяких вот подобных вещей, скажем, встать во главе государства. Потом он так же, как и Сталин, между прочим, говорил, что все-таки вот этот мистицизм, оккультизм, это все-таки ненародное. Это ненародное. Да, но при этом, что один, что другой, они очень активно этим интересовались. Я не держала в руках документы, да, я только читала, условно говоря, что и Сталин опрощался чуть ли не к гадалкам. Да, а про Гитлера, это известный факт, да, как искали когда Шамбулу, да, вот эта организация этих экспедиций в Тибет и так далее. Так, давайте расставим все точки над «и». Значит, экспедиция, нацистская экспедиция, отнюдь не искала Шамбалу. Она искала корни арийской расы. И она искала их определенным образом, да, есть книга Вирта, есть такой вот голландец, который потом стал основателем вот этого института Анненербер, такой, который занимался этими оккультными исследованиями. Вот если вы прочтете книгу Вирта, вы увидите там оккультизм, но тот, от которого у вас волосы дыбом станут. Потому что эта книга, несмотря на то, что это мистическая книга, она пропитана ксенофобией. Она пропитана жутчайшей ксенофобией и не имеющей отношения ни к телепатии, ни к парапсихологии, а скорее к строению черепов и к выявлению неполноценных народов. Значит, через некоторое время становится даже такое омерзение, охватывает, что у человека, в общем-то, такие достаточно больные фантазии. Конечно, они не основаны ни на каком научном знании. Они основаны, скорее, на теме превосходства одного народа над другим. И вот здесь, конечно, есть элемент оккультный. И он в какой-то степени, наверное, подтверждает, должен был подтвердить, по крайней мере, взгляды Гитлера на полноценные народы и наундерменши, как он называл. Но мы-то должны понимать, что экспедиция, которая была организована тогда, по-моему, в 37-38 годах, эта экспедиция все-таки была, тем не менее, в большей степени научной. Потому что оттуда были привезены, скажем, реальные, значит, вот какие-то звери, какие-то листья, какие-то коллекции там были составлены. Эти коллекции до сих пор существуют, скажем, там, в немецких музеях. Вот, собственно, и фильм, который там был сделан, это большой был полуторачасовой фильм, который шел в немецком прокате. Ничего, так сказать, секретного в нем не было в этом фильме. Они обращались к Далай-Ламе, к самому, обращались к различным медиумам местным, потому что, скажем, в отличие от других стран, допустим, в Тибете и до сих пор, ну, собственно, теперь уже в окружении Далай-Ламы, существует государственный оракул. И система оракулов, она, вообще-то, распространена и в Тибете, и, скажем так, в Малом Тибете, который сегодня принадлежит Республике Индия. Оракулы в определенные моменты выдают там некую информацию с помощью различных, скажем, там, действий. Оракул в монастыре Маду, есть такой монастырь на севере Индии, он вот раз в году пророчествует. Пророчествует. Каким образом? Он, значит, встает на такой постамент, открывает рот, высовывает язык, и ассистент, ассистент его, берет саблю и разрезает ему вот эту часть языка, и у него идет кровь. У него происходит очень сильный эмоциональный всплеск, потому что тут находятся нервные окончания. И он в таком состоянии начинает пророчествовать. Вот он выдает какую-то информацию, там, скажем, о будущем, и, может быть, в будущем, в следующий год. Вот, собственно, с такими оракулами пытались, значит, они общались, да, и общались с государственным оракулом Тибета. Я не знаю, что он им сказал, пророчил ли он что-либо. Ну, в фильме он есть, кстати. В фильме, значит, который там сняла экспедиция, а ей руководил Шеффер, этот момент есть. Но, опять же, Шеффер – это очень известный зоолог. Шеффер – очень известный орнитолог. Шеффер – создатель, скажем, первого объяснения, что же такое снежный человек. Вот, именно Шеффер сказал, что нету никого у снежного человека. Есть гималайский медведь, у которого самка и самец разные по своей величине. Ну, так уж сложилось. И самка крупнее. И у нее ступня ее действительно может напоминать ступню человека. Вот с этими знаниями он, тем не менее, приехал из экспедиции. Да, конечно, они были в этих шлемах с этими смолниями на поверхности. Но, тем не менее, экспедиция закончилась. Закончилась научными фактами. Она была, конечно, с распростертыми объятиями принята Гиммлером, потому что, собственно, эсэсы ее финансировали. Конечно, да. Вот Гиммлер действительно увлекался оккультизмом. Именно Гиммлер. И он создавал вокруг себя вот такие вот сообщества. Здесь возникает еще и другой вопрос. А вот то, что мы говорили, а что может там понадобиться, скажем, нацистам от оккультизма? А что может понадобиться англичанам, между прочим, от оккультизма в данном случае? Ведь был еще и Гесс, человек, который также интересовался оккультизмом. И благодаря его, именно этому интересу, и его некоторым, скажем, преувеличенным представлениям, была совершена такая акция, как полет Гесса в Великобританию. Те, кто находился с ним в переписке, это очень часто были, между прочим, и британские мистики. Вот говорят, что Алистер Кроули к этому был причастен. А это, в общем-то, крупная фигура, это мистик, это, в общем, такой человек, который состоял во всех практически мистических... И Гесс после этих писем прилетел в Великобританию накануне войны и аккуратно приземлился в Британской тюрьме. Но он поранил во время приземления, он должен был встретиться с британскими аристократами. Кстати, документы, эти английские документы, до сих пор находятся в состоянии секретности, они не рассекречены. Хотя, так сказать, наши документы рассекречены, потому что советская разведка, благодаря Акиму Филгу, и вот этой кембриджской пятерке, практически ночевала в английских вот этих самых разведывательных сообществах и практически знала об этом все. Знала об этом все. Я не знаю, может быть, наши что-то не опубликовали, ну, чтобы не компрометировать королевскую фамилию, я уж не знаю, какие там могут быть еще моменты. Но вот, тем не менее, Алистер Кроули и какие-то английские астрологи были причастны к этому полету, потому что у него была определенная дата, во время которой, собственно, этот полет и мог бы состояться, по мнению Гесса. И Гесс хотел сделать так, чтобы было заключено нечто вроде перемирия между Англией и Германией, потому что Гитлер говорил, ну, как же так, вот мы же все-таки, вот мы же ведь немцы, а не вот англосаксы, и вот мы как-то вот между собой ведем эту такую войну, это нехорошо. Вот если мы сейчас вот против Советского Союза начнем вести, вот это будет, может быть, прекрасно. Ну, до конца действительно непонятно, какова была роль Гесса во всей этой истории, то есть миссия у него вроде была одна, а в результате ничего не получилось. Результат налицо, он стал ждать своего выступления на Нурнбергском процессе. Вот и все, так сказать, что там. Возвращаясь обратно в Советский Союз, мы просто, советские ученые искали Шамбалу? Но советские ученые искали Шамбалу, и, кстати, ее и нашли. И нашли ее не там, где ее, может быть, искал Александр Васильевич. Нашли они ее, кстати, самым неожиданным способом. Дело в том, что в 68-м году, когда тибетские эмигранты уже были на территории Индии, когда уже давным-давно совершил подвиг Далай-Лама, они опубликовали тибетско-шаншунский словарь, в котором была напечатана карта Шамбалы в приложении. И эту карту Шамбалы увидел русский ученый, советский ученый, Бронислав Кузнецов. Он работал в Ленинграде тогдашнем. Он показал ее Льву Гумилеву, и Лев Гумилев сказал, что, скорее всего, карта – это настоящая. А почему он так сказал? Потому что карта была необычная. Она изображала геометрические фигуры, на которых имелись различные названия. Но иногда там, так сказать, вторгались еще какие-то очень странные обозначения. Но тем не менее. И когда вот стали выводиться все эти названия, они стали похожи на те названия, которые давал тем или иным землям Страбон или Геродот. И это оказалось удивительным открытием. Собственно, как и то, что собой название Шамбала, оно имеет перевод с тибетского. Это так называемая «давлеющая Сирия». А так в древности называли «древний Иран». И, собственно, по этой карте получалось, что, собственно, Шамбала – это и есть древний Иран после похода Александра Македонского, но еще до начала, значит, собственно, возвышения Рима. Поэтому вот Шамбала-то найдена. Вот она. И, так сказать, искать ее не надо. Другое дело, что из этой... Почему, собственно, вокруг этого столько было мистики, да? Дело в том, что в том самом Иране, в древнем Иране, и ранней эпохе Кира Великого II, который, кстати, есть и в Библии, были популярны различные мистические учения. И вот когда происходили всевозможные катаклизмы, то носители этих учений, они бежали на север и северо-восток, куда не могли добраться уже, так сказать, скажем там, оккупанты или, так сказать, люди, которые приходившие в Иран. И, собственно, там и оседали. Это территории современного Тибета и, скажем там, северной Индии. И там, собственно, продолжали храниться вот те самые знания, которые были связаны, скажем, с определенными космическими, кстати, процессами, с ритмикой Солнца и с другими вещами, кстати, вполне имеющими практическое значение. Существует какая-то, я не знаю, охота за этими знаниями в среде спецслужб именно? Ну, не конкретно вот за этими знаниями, а вообще за знаниями, которые есть у тайных обществ, у людей с, то, что мы называем, с паранормальными способностями и так далее? В 70-е годы в СССР приехали две... Нет, в 69-м, в 68-м, в 69-м году приехали две американские исследовательницы. Лин и Астрандер, по-моему, их были фамилии. Они здесь встречались с некоторыми советскими учеными, в частности, с Васильевым. И в 70-м году они выпустили книгу «Паранормальные открытия за железным занавесом», где говорили о том, что, конечно, в своих исследованиях СССР намного обогнал Соединенные Штаты. А вот такая тема гонки ведь стояла. И шел разговор прежде всего о Леониде Васильеве и о том, что ему удалось сделать в своей лаборатории в Ленинграде. Я общался с одним из друзей Васильева. Есть такой академик Воронов. Он академик Академии медицинских наук имени Сечина. Он мне говорил, что где-то в 58-м, 59-м Васильев, собственно, созвал небольшой такой совет и сказал, что вот он был в Москве, у маршала Малиновского. И ему предложили финансирование вот такого большого проекта, связанного с исследованием паранормальных способностей. Ну, предложили, кстати, не случайно. Васильев был известен некоторыми вполне печатными работами. В частности, он автор книг, двух книг, которые выходили еще в 60-е годы. Сейчас почему-то не могу вспомнить. Ну, да не в суть. Тоже сказал, что ему предложили 1 миллиард рублей. Предложил конкретно маршал Малиновский. И он думает, согласится ему или нет. И скажу, что он отказался от этих книг. Потому что он считал, что это очень большая сумма. И она может стать предметом, скажем, в конце концов, какого-то грандиозного скандала. Он был, собственно, поражен самим предложением. А у маршала Малиновского были вполне конкретные задачи. Потому что тогда были проблемы, скажем, с подводными лодками, которые, скажем, пропадали где-нибудь в океане. И найти их было очень сложно. Да, что там происходит в этом автономном режиме, когда лодка находится. Может быть, и сигналы не всегда может подать. Но вот сейчас есть такие утверждения, что как будто бы американцы применяли такую методику. В частности, у этого знаменитого авиатора американского, этого миллионера. Сейчас почему. Хьюза. Хьюза, да. У него были вот такие... Он финансировал подобные исследования. И финансировал, кстати, создание вот этого огромного корабля, Гломор Челленджер, который потом одну из советских подводных лодок-то и поднял. И как будто бы... Я говорю как будто бы, потому что это без документов, я говорю. Как будто бы, собственно, направили его на эту лодку, собственно, телепаты. Вот. А Хьюз отличался именно тем, что он именно финансировал подобные исследования. У него даже была идея поставить, ну, такую, как бы создать электростанцию, которая работала бы на движении времени, да, скажем там, а не в одном. Ну, он вообще был довольно-таки эксцентричным человеком. Не удивительно, что ему в голову приходили столь странные мысли. Еще один человек остался с малого времени, но о нем обязательно хотел спросить. Это Вольфгант Мессинг. Ну, конечно, это придуманная фигура. Вся высосанная из пальца. То есть это чисто воды пиарского? Ну, да, конечно. Он не был великим ясновидящим? Нет, нет, нет. Это создано Мехвасом. Был такой человек, работал в Комсомольской правде в те годы. И, собственно, он придумал биографию вот того Мессинга, Вольфа Мессинга, которого мы сегодня знаем. Такого человека не было. Был человек, который выступал на эстраде, да, в Москонцерте, значит, делал неплохие там опыты с угаданием, еще чего-то. Но ничего особенного такого паранормального за этим не было. У нас есть такое раздувание, да, вот как бы этой темы, которая была запущена Мехвасом. Но, в отличие от Александра Васильевича Барщенко, о котором я говорил, никаких документов в Ольфе Мессинге вы не найдете. Есть еще какие-то люди, о которых документы вы нашли, которые действительно серьезно занимались, работали со спецслужбами и занимались вот этими исследованиями. Я могу сказать так. Система такая. Документов не нашел, но такой человек был, да. Был такой Арнальдо, на самом деле фамилия Смирнов, тесть Виктора Абакумова, человека, который возглавлял потом весьма серьезную организацию, да. Вот. Это действительно была фигура. Это человек, который устраивал сеансы массового гипноза в цирке в 20-е, в 30-е годы. Это был очень талантливый человек. Что с ним случилось потом, после того, как он стал тестем... Ну, дочь он выдал замуж удачи. Да. Значит, неизвестно. Но, кстати, вот, тем не менее, вот это была настоящая фигура. Этот человек действительно обладал каким-то мощным, я уж не знаю, так сказать, вот таким вот даром, что ли, влиять на людей. Собственно, как, например, и академик Бехтерев, который также занимался сеансами массового гипноза. Вот. Согласитесь, что вообще... Но академик Бехтерев занимался серьезными исследованиями человеческих способностей, изучая человеческий мозг. Академик Бехтерев до Первой мировой войны, будучи в одном из институтов Вены, видел женщину, которая, по-моему, страдала истерией, которая не менее в этом состоянии вот занималась, делала пророчества. Пророчества эти были очень удачные. И тогда, когда он приехал в Санкт-Петербург, приехал в свой собственный институт, он организовал вестник психиатрии, криминальной психиатрии и, по-моему, еще как-то там имело какой-то паранормальный оттенок. Бехтерев считал, что подобные явления существуют. Их нужно изучать. И, в конце концов, они могут дать нам некое другое представление о человеке, нежели то, которое мы можем получить только из изучения невропатологии, чистой психиатрии или, скажем, криминальной психиатрии. Он был большим сторонником таких идей. И, собственно, вот его внучка потом продолжила это дело. Да, и серьезно этим тоже интересовался, занималась. Вы верите в теорию, что на самом деле спецслужбы достигли довольно-таки серьезного, большого прогресса в деле изучения всех, ну, всего, что касается оккультизма, мистики и так далее, просто это находится за семью печатями? Я думаю, что да. Но я не могу сказать, каков уровень этого объема. Ну, скажем, генераторы страха, вот они же говорят, там в августе 1991 года работали же генераторы страха. Это то же самое электричество, да, допустим, которое мы можем определенную волну настроить, и вам будет что-то страшно. Хотите, вы не будете отдавать себе отчеты, а почему? Знаете, я хорошо помню 1991 год, да, и мне не было страшно. Ну, говорили, что якобы были эти генераторы, вот, работали во время вот этого пика этих событий. Я не знаю, я, что называется, говорю пока, так сказать, неподтвержденные факты. Вы не утверждаете, да. Неподтвержденные факты. Но дело в том, что подобные вещи, ну, они просто засвечены в тех же допросах Боке. Можно им верить, можно нет, а можно проверять их из другого источника, например, из того, что говорил убежавший от НКВД Шишелов, член Единого трудового братства. И там ведь это все есть. Мы можем проверять это через разные источники. Через доклад наркома иностранных дел Чичерина, о том, что к нему приходили и Барченко, и Боке. Этот доклад хранится в архиве президента. О нем у меня был спор со Здановичем. Зданович считает, что в этом ничего такого нет. Ну, как же ничего такого нет, если об этом пишет нарком иностранных дел, да, скажем, и по поводу этой экспедиции. Это практически там третье или четвертое лицо в государстве. И что значит... И Чичерин был заинтересован в этой экспедиции? Чичерин, я думаю, что не был заинтересован в этой экспедиции. В этой экспедиции был заинтересован сам Дзержинский, да. И более того, скажем, в допросах Боке фигурирует такой факт, что эта экспедиция должна была финансироваться из секретного партийного фонда номер 9. Вот что это за фонд? Это неизвестно. Действительно, тема очень большая, но, к сожалению, наше время просто подошло уже к концу. Говорим мы сегодня о крайне необычных вещах, о взаимодействии спецслужб и тайных организаций, вообще о роли мистики в жизни разведки и насколько сильно специальные службы всем этими вещами, которые мы сегодня с вами пока еще, наверное, объяснить не можем, интересуются. В гостях у программы «Тайной разведки» был историк-журналист и драматург Олег Шишкин. Спасибо большое, что пришли. Кстати, автор книги «Гималайя. НКВД. Магия. Шпионаж». Это была программа «Тайной разведки». Ее провела Екатерина Ширгова. Всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...